Здравствуйте! В эфире информационная программа «События». С главными новостями уходящего дня познакомлю вас я, Павел Болейшис, и коротко о главном. Помогают начать свое дело. Лицкий райисполком признан лучшим регистрирующим органом по итогам 2023 года. Новых случаев заболевания не выявлено. В Лицком районе ситуация покоревой инфекции стабилизировалась. Дипфейки, мошенники обманывают личан, подделывая голоса родных и близких. Теперь и в Лиде. Финансовые вопросы поможет решить техно-ломбард. Лицкий райисполком – лучший регистрирующий орган. Министерством юстиции Республики Беларусь ежегодно определяются лучше в сфере регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. По итогам 2023 года первыми в этом деле признаны Лицкий районный и Могилевский областной исполнительные комитеты. В нашем регионе деятельностью по открытию и прекращению деятельности бизнеса занимаются специалисты отдела регистрации субъектов хозяйствования и предпринимательства управления экономики. Это профессионалы своего дела, которые оказали помощь в создании бизнеса сотням предпринимателей. Наша основная функция – это введение единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования коммерческих, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей. Ежедневно мы осуществляем прием граждан, даем консультации по вопросам предпринимательской деятельности, принимаем документы, представленные для государственной регистрации, выдаем свидетельства о государственной регистрации, осуществляем наполнение и корректировку электронной базы данных единого государственного регистра. Также предоставляем сведения о субъектах хозяйствования, содержащихся в ЕГР, ведем учет и хранение информации о зарегистрированных субъектах хозяйствования. В нашем отделе работают три специалиста – это грамотные и профессионально подготовленные сотрудники. Благодаря сплоченной работе нам удалось добиться высоких результатов в профессиональной деятельности. Нашу работу высоко оценили и отметили на уровне республики. Мы получили высокую награду из рук министра юстиции. Это очень ценно и приятно для нас. За 2023 год в Лицком районе зарегистрировано 73 юридических лица и 320 индивидуальных предпринимателей. Всего в нашем районе осуществляют деятельность более тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Около пяти тысяч индивидуальных предпринимателей. Приглашаем целеустремленных, желающих создать успешный бизнес людей. Наш Лицкий район – это современный, динамично развивающийся, привлекательный для бизнеса и вложений инвестиций регион. Под контролем в Лицком районе ситуация покоревой инфекции стабилизировалась. Это констатируют специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии. За прошедшую неделю новые случаи заболевания не зарегистрированы. Изначально в эпидемический процесс вовлекалось только взрослое население. Теперь есть и дети до 18 лет. Первые случаи заболевания кори были связаны с одним заболевшим, прибывшим из соседней области в командировку. А далее ситуация немного изменилась и появились последовательно возникшие случаи. Обстановка в районе стабилизировалась благодаря проведению комплекса санитарно-процепидемических мероприятий и проведению подчищающей вакцинации против кори. Вакцинация у нас в районе продолжается. И хочу напомнить, что кто не болел корью, не привит или привит однократно, пройдите, пожалуйста, вакцинацию против кори в организации здравоохранения по месту жительства. Наличие непрививки от кори сделали уже более 2000 человек. В их числе и дети, чьи родители ранее отказывались от вакцинации. Осторожно, поддельные голоса. Дипфейки уже дошли и до лиды. В милиции стали фиксировать случаи, когда мошенники используют искусственный интеллект для копирования голоса, а после отправляют поддельные панические звонки друзьям и близким, умоляя их помочь деньгами. Такую историю рассказала в милиции одна из потерпевших. Оказалась в мессенджере, ее попросили принять участие в неком голосовании и прислали ссылку на сайт. На самом же деле, переход по ссылке помог мошенникам завладеть ее аккаунтом, а после разослать от имени женщины просьбы о сборе средств, к слову, в формате аудиосообщений с ее голосом. На помощь откликнулись дочь и подруга потерпевшей, перечислили в итоге на неизвестный счет 500 рублей. Главный совет от специалистов не совершать никаких действий на основе голосового сообщения, прослушанного на бегу. Особенно, когда звучат просьбы о деньгах. Милиция рекомендует при поступлении подобных сообщений, даже от самых близких, друзей или родственников, перезванивать им, чтобы уточнить, действительно ли они нуждаются в помощи, либо задавать собеседникам вопросы, ответы на которые известно ограниченному числу людей. Чтобы обезопасить себя от злома аккаунтов, необходимо создавать сложные пароли, при этом использовать цифры, символы, прописные заглавные буквы. Никогда не переходить под подозрительным ссылком, особенно, если их прислал незнакомый человек. При переходе на свою страницу, где необходимо ввести свои данные, всегда проверять адрес сайта в поисковой строке браузер. Он может отличаться от оригинального, знаком, либо одной буквы. На защиту рубежей страны. В Институте пограничной службы 2 марта пройдет день открытых дверей. Это возможность для будущих абитуриентов познакомиться с профессией пограничника и жизнью курсантов. В ОЗИ готовят офицеров по специальности пограничная безопасность. Это пограничная служба, погранконтроль, оперативная деятельность и идеологическая работа. Защита рубежей государства всегда была делом особой чести, а потому требуют от людей в зеленых беретах колоссальной подготовки. Преподаватели института проведут экскурсии по учебному заведению, а курсанты покажут гостям условия проживания. Пограничники продемонстрируют ребятам и их родителям образцы вооружения, спецтехнику, приемы рукопашного боя. Все желающие смогут пройти профессиональное профориентационное тестирование. Мероприятие стартует в 11 часов в Минске по адресу улицы Славинского, 4. На день открытых дверей приглашаются, как правило, учащиеся 10-11 классов. Также приветствуются, если они будут приезжать вместе с своими родителями, чтобы родители также могли посмотреть условия, в которых будут обучаться и проживать их дети. Более младшее поколение тоже приглашается для определения, так скажем, своей судьбы заранее. Такие мероприятия помогают молодежи выбрать дальнейшую профессию, ведь при посещении института пограничной службы можно ознакомиться с инфраструктурой учебного заведения, углубленно разобраться в предлагаемых специальностях, по которым в дальнейшем могут абитуриенты проходить службу в органах пограничной службы. А уже после окончания данного учебного заведения уже молодыми лейтенантами пополняют ряды территориальных органов против службы, одним из которых является Лидский пограничный отряд. И к другим новостям. Новые протесты фермеров пройдут в польской столице в начале марта. Об этом заявил один из организаторов протестного движения, аграриев Щепан Вуйчик, по итогам встречи с главой канцелярии премьер-министра Яном Грабицем. Аграрии выразили недовольство ходом переговоров с польскими властями и угрожают усилить протесты. По данным варшавской мэрии, около 10 тысяч человек приняли участие в марше на Варшаву 27 февраля. Протестующие запускали петарды, жгли дымовые шашки, а также забросали яйцами здание канцелярии польского премьера. Протесты польских фермеров не утихают уже много недель. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевых сельхозпродукций с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза «Зеленый курс». Обращаем внимание представителей перевозчиков и граждан, следующих через белорусско-литовскую границу. В полночь 1 марта 2024 года Литовской Республикой в одностороннем порядке прекращается движение лиц и транспортных средств через пункты пропуска Райгардас и Лаваришкис, сопредельная с белорусскими пунктами пропуска Привалка и Котловка. Открытыми для движения транспортных средств остаются пункты пропуска Меденинкай-Камена-Лок и Шальчененкай-Бенякони. Только в них по решению литовской стороны с указанного времени будет прекращено пешеходное и велосипедное движение. Новости компаний. Нужны деньги, не у кого доложить, но есть что заложить. Тогда вам стоит заглянуть в техно-ломбард, расположенный в Лиде по улице Шубина, 11, помещение 8. Здесь можно не только решить свой финансовый вопрос, но и сделать весьма выгодные покупки. Займ без справок и поручителей легко. В техно-ломбарде от вас потребуется только паспорт и предмет залога. Оценщик принимает драгоценные металлы, технику и другие предметы личного пользования. Деньги выдают сразу. Займ можно оформить на срок до 30 дней или сдать имущество навсегда. Чем больше сумма займа, тем ниже процентная ставка. Заложенное имущество можно получить обратно. После погашения своих обязательств перед ломбардом. Если же долг не будет погашен, техно-ломбард реализует ваш залог и не будет иметь к вам претензий. А еще вы можете здесь приобрести выставленное на витринах невостребованное имущество по отличным ценам. Техно-ломбард принимает практически все. Золото, серебро, технику, электронику, строительные инструменты, спортинвентарь и другие вещи. Особое внимание изделиям из драгоценных металлов. Здесь примут золото и серебро в любом виде. Украшения, лом, слитки. Изделия взвешиваются, проверяются с помощью специальных реактивов и только в присутствии клиента. За золото в техно-ломбарде выдают до 100% от оценочной стоимости. О сохранности заложенного имущества клиентам техно-ломбарда волноваться не стоит. Помещение оборудовано сигнализацией департамента охраны МВД. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. Стекла везде бронированные. Под рукой у товароведа тревожная кнопка. А изделия из драгметаллов дополнительно хранятся в надежном сейфе. Кстати, страхование вашего имущества организация всегда берет на себя. Высокий сервис обслуживания, понятные и доступные условия выдачи займов и взаимовыгодные отношения – все это гарантирует вам техно-ломбард. Любой финансовый вопрос – не вопрос. Приходите на Шубино 11, помещение 8, недалеко от автовокзала и решайте его вместе с техно-ломбардом. Здесь ждут вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера. На этом выпуск завершен. Эфирные материалы также доступны на YouTube-канале Лида ТВ и информационных ресурсах Лида Медиа Компании. Далее смотрите прогноз погоды. По данным синоптиков, последний день зимы и начало весны порадуют теплой и комфортной погодой. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова